День в день, час в час, минута в минуту. Радио Болтком. За искусство. Программа «Синема». Поехали. Поехали. Начинается программа «Синема». Олег Пекай и Владимир Веселов вместе с вами. Привет-привет. Всем привет. Да. Ну и, наверное, понятно, что мы обсудим итоги Каннского кинофестиваля. Он завершился минувшие выходные. Собственно, такой главный. После «Оскаров», наверное, главное событие в мире кино. Но считается, что это один из самых престижнейших кинофестивалей мира. Понятно, что он задает тенденции, какие-то тренды. И мы разберемся, кто получил премии, золотые пальмовые ветви, за что, как и чего. Ну и, конечно, поговорим о том, что сейчас происходит в кинопрокате, что можно посмотреть, какие картины, какие премьеры. Ну и вообще о том, какие тенденции происходят, какие новости в мире кино. Ну вот я просто... Начать, наверное, с премьер стоит. Конечно. У нас что? И вначале я хотел просто сказать, в прошлый раз мы говорили про фильм «Топ Ганн». Тогда еще его никто не видел. Сейчас я его, правда, тоже не видел. Но посмотрели мои знакомые. Они находятся в восторге, так скажем, от просмотра. И, в принципе, я почитал отзывы. Они тоже все положительные. Так что, в принципе, если кто-то сомневался, что за 30 лет прошедших с предыдущего фильма Том Круз как-то сильно испортился, то нет, он до сих пор все так же бодр и весел, и все так же хорошо летает на самолетах. Поэтому можно смело идти и добавить свои кровные денежки в копилку киностудии Тома Круза. Тем более, что сборы я тоже почитал, что фильмы отличные. 124 миллиона – это лучший результат в Соединенных Штатах Америки первого уикенда. Да, за уикенд. И еще 100 в мировом прокате. То есть уже четверть миллиарда есть. Это лучший старт для фильмов с Томом Крузом. Я тоже так вот пишу. Так что, в принципе, он так неплохо тряхнул стариной, можно сказать, и показал класс. Так что, если вдруг кто-то на этих выходных ближайших или просто вечером хочет посвятить время кино развлекательному, то вот отличные варианты. Ты знаешь, если можно, я продолжу тоже, потому что у меня как раз про этот фильм было несколько. То, что отмечают в самом деле, что фильм как будто бы полностью повторяет, абсолютно калькирует первый старый фильм. То есть там даже есть повторение тех же самых сцен. Но при этом все отмечают, что, как ни странно, это очень, ну, как бы прощается ему. И отмечают то, что Косинский сумел, вот режиссер картины этой, который знал об Левион до этого, с Томом Крузом, он каким-то образом сумел сделать фильм даже немножко глубже, чем оригинальный, вот как-то более человечным. Там не заслоняют все эти, ну, спецэффекты каких-то человеческих отношений. И Том Круз играет, значит, ну, вот по-прежнему Маврика, которого почти там чуть было не отстранили от полетов. И вот его старый друг, соперник Вэлл Килмер, который возглавляет вообще Тихоокеанский флот с этими, ну, истребителями, которые взлетают с авианосцев, просят его подготовить буквально за какие-то считанные дни команду суперпрофессионалов, вот из этих выпускников Топгана, которые должны выполнить некую миссию. Там это все немножко непонятно против какого врага, это китайцы или русские, или кто еще, там не уточняется. Ну, просто это абстрактный немножко враг. Но, тем не менее, по-прежнему среди этих вот лучших стрелков, пилотов, асов, выделяется парочка. Их играет вот Майлз Дэвис, как его звали-то, господи, я все время его с Майлзом Дэвисом путаю. Ну, тот, кто барабанчик. Майлз Тайлер. Тайлер, да, Тайлер. И еще один, вот я забыл фамилию его, парень, они практически повторяют тот же самый конфликт Тома Круза и Вэлла Килмера из предыдущего фильма. Причем Тайлер, он играет как бы сына погибшего в первом фильме пилота, в гибели которого себя почему-то винит Том Круз. Причем я пересматривал кадры старого фильма и вдруг поймался на мысль, что он реально похож на того актера, который исполнял роль партнера Тома Круза. Эдвардса. Вот они реально, да, да, очень похожи, и я подумал, что да, как бы выбрал, кастинг был отличный просто, он реально вылитый. Ну и там же присутствует любовная линия, которая повторяет практически любовную линию с первого фильма. Леди Гага пытается, в общем-то, соответствовать стандарту Berlin, take my breath away. Ну, то есть, в общем, картина, она как будто бы ни на что не претендуя, ну, вот вроде бы как повторение прошлого фильма, тем не менее, она... Ты так рассказываешь, что можешь отпугнуть, на самом деле, просто уже мало кто помнит предыдущий фильм первый, некоторые даже его и не смотрели, может, и не посмотрят, так что повторение каких-то этих ходов не должно отпугивать, потому что и первый фильм был хороший для своего времени. Да, да, он 15 миллионов был бюджет и 375 миллионов сборы, это были, ну, безумные совершенно... Ну, то есть, он отбил себя там сразу в 30 раз, то есть, это для Голливуда, это какое-то совершенно что-то невообразимое, успех этой картины. И поэтому я не в своем случае, конечно, не хочу бросить тени, я сам очень хочу, я не смотрел картину, но уже заинтригован, заинтересован, хочется посмотреть на Тома Круза. И еще просто очень забавный факт, появилось, ну, такое забавное утверждение, что Том Круз ведь в каждом фильме бегает, и бегает очень быстро, причем так быстро, что вот рядом с ним пробежаться, ну, практически не удается ни одному актеру. Ну, и появилась даже какая-то очень забавная теория, стали рассчитывать расстояние, которое пробегает Том Круз на экране, и сборы фильмов. Ну, то есть, вот, зависит или нет, и якобы вывели коренляцию, чем больше он бежит в фильме, тем лучше успех кассовой картины. И... Слушай, тогда просто надо снимать фильм о марафоне с участием Тома Круза, это будет, наверное, бомбический хит всех времен и народов. Ну, вот, кстати, вот говорят, что те фильмы, которые имели скромный кассовый успех, это «Операция Валькирия», «Магнолия», «Солдаты неудачи», «Львы для игня», там Том Круз не бегал вообще. Вот, ну, прямо, вот, смотрите, четыре фильма, где он не бегал, и все четыре фильма, они, ну, как бы, меньше всех собрали. То есть, вот, есть какая-то такая удивительная, загадочная совершенно закономерность. Вот, это я просто, вот, ну, вот, продолжая тему Тома Круза и Топгана, которые нужно действительно посмотреть, очевидно, всем. Вот, продолжай, пожалуйста. Да, что там с премьерами, я, честно говоря, так не посмотрел и выделил, в принципе, вот, фильм «Пробуждение», если ты обратил внимание. Нет, я пропустил. То есть, это, судя по трейлеру, судя по описанию, это такой фильм «Медитация», их, они периодически выходят на большие экраны, это документальный фильм, ну, я так понял, именно по трейлеру, в котором просто показывают, как сказать, красивые виды, красивые кадры, красивые. То есть, когда мы смотрим обычный фильм, очень часто мы отмечаем, вот, сюжет там плохой, игра не очень, но зато вот отличная съемка, отличные виды природы, отличные виды, или съемка города, вот, красивые и прочее. И, видимо, это подтолкнуло кинематографистов изредка идти на такие эксперименты и снимать фильмы, которые, в принципе, состоят только из, так скажем, каких-то съемок, без героев, съемок каких-то природных, съемок городских пейзажей, каких-то действий людских. Ну, ты понимаешь, да, наверное, о чем я говорю. Вот, то есть, это были, я просто сразу вспомнил, фильмы были такие, назывались «Хронос», был фильм «Барак», а потом я помню фильм «Самсара», тоже очень, очень, они очень визуально красивые. Это, вот, как я говорил, фильмы медитации, то есть, человек приходит, там музыка медитативная и красивый визуальный ряд, и там реально можно сидеть и медитировать. И вот новый такой фильм называется «Пробуждение», трейлер тоже достаточно впечатляет. Я думаю, что если хочется расслабиться, просто получить какой-то, не заострять внимание на сюжете, на том, чтобы кто-то бегал, как Том Круз, или летал, или стрелял, а просто вот получить какие-то эстетические наслаждения от красивых картинок без спецэффектов с природой, с человеком, с, ну, какими-то объектами, арт-объектами архитектурными, то вот этот фильм, наверное, идеально для этого должен подойти. Я вот обнаружил еще, что будет показ латвийских фильмов, то есть, ну, какие-то вот все последние премьеры, их еще раз выпускают на экраны, как-то очень в первые дни июня, и это будет возможность посмотреть вот как раз картины «Тизлэнэс», «Удэнсгарша», «Вкус воды», будет «Кур ведисцельш», «Куда ведет дорога», такой латвийский вестерн. Мне очень понравился вот фильм «Блакус» рядом, там, где такая очень интересная идея, нам показывают отношения пары, которые происходят, ну, вот в один и тот же день, только в разные годы, то есть, вот как на Лигу они проводят этот день, будучи еще, значит, ну, как они только знакомятся, когда они становятся, начинают только жить вместе, когда они уже становятся такой сложившейся парой, и практически, ну, в их отношениях возникают проблемы. То есть, вот это интересный такой прием, вот один день в разные годы, и мы видим, наблюдаем эту пару совершенно в разных ситуациях. И я помню, что у меня это такая романтическая, ну, это не совсем комедия, это, может быть, такая, ну, вот романтическая действительно лента, которая, мне кажется, молодым людям стоит обязательно посмотреть, чтобы быть готовыми вот к тем проблемам, которые могут возникнуть у любой пары в ходе отношений. Ну, и там очень так с легкостью, с юмором, так очень трогательно это все описывается, рассказывается. Ну, и еще хотел сказать, что сегодня не только первый день лета, в чем, собственно говоря, всех поздравляю, сегодня еще международный день защиты детей, и, в принципе, это отличный повод для того, чтобы сходить в кино с ребенком. И если посмотреть, в кинотеатре, в принципе, дают такую возможность, можно там, я могу повторить, что там идет сейчас отличный фильм «Я краснею», это вот если у вас девочка, можно сходить вместе, и идет «Фантастические твари» третья часть, идет «Доктор Стрэндж», это если постарше, конечно, уже, вот «Соник» второй, все это, как бы, такие именно детские фильмы. «Король-лебенок» это с животными, вот, что еще, вот какой-то, я смотрю мультфильм «Плохие парни», в принципе, я читал о нем хорошие отзывы, говорят, вот если с мальчиком там интересная какая-то такая компания животных, типа, как будто они грабители, ну, в общем, что-то такое криминально-мультяшное. Так что, воспользовавшись случаем, воспользовавшись тем, что сегодня такой праздник, можно отвезти детей в кино, сходить на семейный просмотр. Я вот покопался, еще посмотрел очень интересные данные, если сравнить именно вот российского проката, потому что в России ведь ситуация такая очень критическая, и многие говорят, что, ну, неизвестно, сколько выдержит российский кинопрокат без голливудских больших блокбастеров, потому что сейчас там идут исключительно российские фильмы, и, ну, вот пытаются спасти положение. Ну, не исключительно, там, конечно, индийская, турецкая. Вот я сейчас хочу подойти к этому. И в том числе идет фильм «Эскортницы», вот он вышел с большим, в принципе, успехом, польский фильм, который и у нас показывают, просто почему я хотел обратить на это внимание, что, ну, вот спасают прокат польский, вот и мексиканский мультик, и этот фильм «Эскортницы», который я сначала немножко был в шоке, потому что, ну, вот плакат, которым был увешан весь город, как будто бы просто призывал девушек отправиться на поиски легких путей. Но на самом деле вот я, то, что я прочитал сейчас, рецензии на этот фильм, он, напротив, вот как раз-таки скорее по схеме вот «Заложницы» с Лиамом Нисоном, если ты помнишь. То есть вот показывать «Не ходите, дети, в Африку гулять», вот что произойдет, если поддаться на такие обещания рекламы. Наверное, это правильно. И вот там действительно вот показывают, как девушки оказываются просто в сексуальном рабстве, как у них отбирают, ну, сначала заманивают всякими дорогими подарками, потом все это отбирают, деньги, подарки, паспорта, и практически они оказываются на положении, ну, вот, сексуальных рабынь. И вот как они выбираются из этой ситуации, ну, вот, какой шок они переживают. То есть, ну, в принципе, вот фильм, ну, все-таки, слава богу, с таким достаточно реальным посылом, который не обещает «Золотые горы» и «Кисельные берега». Ну, если что, сегодня не ходите, особенно с детьми, а завтра без детей можно сходить. Вот, а по поводу российского проката я хотел просто заметить, что я читал тут статьи некоторые. У них там, конечно, да, действительно дела идут ни шатка, ни валка. И, в принципе, уже идет речь о таких вещах, как, во-первых, некоторые кинотеатры уже без всякого разрешения за зрение совести скачивают фильмы с торрентов голливудские и прокатывают их сами. То есть, вполне вот, как бы, такое пиратство открытое. И уже речь идет о том, что его, как бы, узаконить на государственном уровне, сделать так, скажем, такой хитрый ход, открыть счета для перечислений, ну, как обычные перечисления, которые идут за прокат фильмов для голливудских студий, и перечислять деньги на эти счета. И если голливудские студии потом, значит, после снятия санкций вернутся, эти деньги им, честно, передать. Ну, то есть, такой вот, как бы, пока они их не требуют, эти деньги будут лежать. Если вдруг затребуют, то вернуть. И, соответственно, крутить фильмы уже без каких-либо ограничений, просто взяв их откуда, известно откуда. Ну, как бы, вот, такие ходы хитрые, ну, не знаю, насколько это вообще этично и прочее, но, наверное, у них там в отрасли совсем все плохо. А все плохо, да. Там говорят, что даже закрываются, ну, думали, вот, какие-то сети кинотеатров, потому что, ну, люди очень плохо посещают. Тут даже есть данные, что по сравнению с прошлым годом, когда вот вышел именно в эти дни фильм «Форсаж-9», и вот если сравнить выручку «Уикенда» за год назад и сейчас, там просто падение в четыре раза по сборам. Никакие возвращения на большие экраны фильма «Любовь и голуби», конечно, это не компенсирует. Ну, конечно. Вот, еще очень интересную я статью нашел, где размышляют над тем, вот помнишь, мы как-то рассказывали о том, чем привлекают фильмы зрителей, вот что раньше были кинозвезды, которые, вот, пользуясь этим, заламывали бешеные гонорары, что если у тебя, ну, вот киностудия, если у нее нету боевика с Сильвестром Сталлоне или там с Томом Крузом на летний период блокбастера, то, ну, пиши пропало. То есть, ну, нужен такой вот обязательно боевичок. И это приводило именно к тому, что кинозвезды, ну, вот, чувствовали себя хозяевами положения, а потом вдруг ситуация изменилась, и оказалось, что можно совершенно спокойно использовать какие-то франшизы, там, какие-то вот экранизации книг, компьютерных игр. И людей больше волнует сюжет, вот, какие-то знакомые ситуации, чем, ну, актер, который играет главную роль. И там стали набирать совершенно обычных звезд. В общем, это я к чему клоню, к тому, что сейчас Кристофер Нолан объявил о кастинг в фильме, фильм о физике-ядерщике Роберте Оппенгеймере, и просто все ахнули, потому что, ну, тут просто звезда на звезде и звездой погоняет. Во-первых, Оппенгеймера играет Киллиан Мерфи, ну, вот, после острых козырьков. Я очень люблю этого актера, его буквально вот с первых же фильмов, где он появился, я как-то его выделил и обожаю. Женой играет Эмили Блант. Мэтт Дэймон играет руководителя программы по созданию ядерного оружия. Роберт Дауни-младший играет, значит, министр, ну, главу комиссии по атомной энергии. То есть вот уже четыре мощных. Затем Флоренс Пью, затем Рами Малек играет, ученого имя которого не называется пока. Кеннет Бреннет, Джейсон Кларк, Джош Хартнет. И говорят, что даже на минуточку там появится в какой-то маленькой эпизодической роли Гарри Олдман. То есть все спрашивают вообще, что случилось, вот с каких пор, ну, вот, начинают как бы так копать и вспоминают, что, в принципе, вот, ну, не смотрите наверх. Там тоже огромнейшее количество звезд. И как бы начинают вдруг соображать, что что-то вот происходит. Можно вспомнить дом Гуччи, хотя вот он как раз скорее, ну, вот, провалился, ну, не очень был хороший, но тоже очень большое количество звезд. И начинают, вот выдвигают очень интересную даже такую теорию, что сейчас начали приглашать не просто звезд, а медийных персон. Вот это объясняет, почему то Ариана Гранде появляется, то еще кто-нибудь. Да, это понятно. Там все считают, что талантливый человек талантлив во всем. Если он хорошо рисует, то он еще и... Нет, не это объяснение. Объяснение в том, что у этих медийных персон миллионы фолловеров в социальных сетях. И вот они вот этих своих фолловеров вроде бы должны привлечь, ну, то есть там даже говорят, что это в контракте обязательно оговаривается, что они должны в социальных сетях все время, ну, подбрасывать вот о своем этом новом проекте какие-то материалы. И предполагается, что, ну, таким образом они могут заманить в кинотеатр еще там, ну, парочку миллионов своих вот этих последователей, фанатов. Вот такая вот интересная теория, которая объясняет, почему вдруг появились... Да, даже не знаю, хорошо это или плохо, потому что если это вот правда, и это начнут эксплуатировать, то нас впереди ждут куча фильмов с Ким Кардашьян в главной роли. Ну, да, да. Кто еще там, Рональдо, может быть, еще в кино начнет сниматься. Я уже не помню, кто там самый главный в Инстаграме и Твиттере супер по количеству этих фонгеров. Дуэйн Джонсон, у него 16,5 миллионов, и вот он как раз получил еще бонусом миллион долларов за промоушен-твиты про фильм «Красное уведомление». То есть представляешь, вот как все было прописано в контракте. Но есть и такие печальные звоночки, что, в принципе, такого рода фильмы проваливаются. И, ну, не факт, не факт, что это работает. Поэтому поживем-увидим. Вот по поводу кастинга Нолана. Ну, во-первых, мне кажется, тут играет значение сам режиссер, то есть режиссер топовый, сейчас все звезды хотят у него сняться, пока он на коне, так скажем, то есть это раз. Во-вторых, мне кажется, звезды, как ты правильно заметил, они тоже эту тенденцию все видят. И, ну, мне так кажется, что они уже предпочитают не то, что качество, а количество. То есть маленькая, небольшая роль, не центральная, занимает. У них съемок, наверное, ну сколько там? Две недели съемок, месяц съемок. То есть они могут заработать, конечно, не 30 миллионов, но, в принципе, их неплохо заработать и уже идти к следующей роли. То есть они вполне в состоянии вместо какой-нибудь центральной роли, которая у них займет полгода съемки, компенсировать это несколькими менее заметными, ну, менее такими значимыми ролями, но зато большим количеством. Ну, вот какая-то птичка по зернышку клюет. Да, так что они там, Роберт Дауни-младший наснимался в Марвеле, там, наполучал 100 миллионов. Теперь он может позволить себе, наверное, там 10-15 минут экранного времени в Оппенгеймере там за, не знаю, за 5 миллионов. И, в принципе, он уже доволен на бутерброд с икрой и кофе ему хватит. Заплатить по счетам за электроэнергию, да. Да, точно. Ну, да, и, кстати, вот говоря про Марвел, тоже пришла такая, ну, как бы сравнивали, сколько собрал Доктор Стрэндж второй, ну, и говорят, что все-таки вот, как бы, ожидали больше, а собрал он поменьше. И, учитывая еще то, что не очень удачно прошли вот марвеловские «Черная вдова» и какой-то еще один, вечный, по-моему, вечный, некоторые начинают во весь голос говорить, что заканчивается эра Марвела, ну, что люди уже устали от этих бесконечных комиксов. И, ну, я вот тут готов был перекреститься, когда я прочитал, потому что я так точно устал. Я, честно говоря, не верю, потому что я только вижу кадры с новых съемок очередных супергероев, очередных, там, в латексных костюмах очередного этого сериала. И это все уже, мало того, что это фильмы, так теперь это все перекинулось на сериалы. То есть там сериал про Токторию в каждом... Ну, вот, ты знаешь, вот там высказывают мнение, что говорят, вот, слава богу, что это уходит в сериалы, дескать. Смотрите дома вот свой Марвел, а мы хотим вот, ну, какое-то вот, ну, что-то другое. И, кстати, вот, я забыл еще сказать, что по поводу Топ Гана все отмечали, что вы говорили, дико круто смотрится на большом экране. Вот эти все полеты, это просто, говорят, вот, ощущение симулятора вот по полету в истребители, говорят, что дома вы этого не получите, стопроцентно. Это именно тот аргумент, почему стоит посмотреть его в кино. Я считал, что они же, ну, как ты в прошлый раз говорил, арендовали все эти истребители у ВВС США, и стоимость проката, так скажем, была что-то около 10 или 11 тысяч в час. То есть каждый час за полеты на истребителях они платили по 10 тысяч. И все актеры по настоянию Тома Круза набитали там чего-то, ну, с пилотами, конечно, испытали перегрузки, может, даже проблевались, как ты говоришь, он в прошлом фильме. Об этом пока еще никто не признавался. Вот, но, то есть деньги тоже потрачены не зря, значит, все смотрится очень достоверно, это не может не радовать. Что еще я хотел сказать, вот, перед тем, как перейти к Каннскому кинофестивалю, вот, я посмотрел тизер-трейлер «Пиноккио». Ну, что такое тизер-трейлер? То есть есть трейлер, который рассказывает сюжет, а тизер, он ничего не рассказывает, просто вот он как будто бы за травочку дает такую... Ну, несколько кадров самых таких топовых, познакомить с героями, познакомить с какими-то персонажами основными. Ну, интерес, разжечь интерес главный. И вот, что любопытно, что это игровой фильм, ремейк диснеевской классики, его, кстати, вот Disney Plus будет показывать, премьера будет осенью, в сентябре. Снял это все Роберт Зимекис, который, ну, вот, «Назад в будущее», там, очень много фильмов, которые он снимал и был первопроходцем. И роль, вот, мастера Джепетто сыграл как раз Том Хэнкс. Тоже такая, ну, я понимаю, что роль у него расширена, чтобы он был такой главной звездой фильма. Единственное, что вот из того, что показали, сразу вызвали вопросы, то, что голубая фея... Я понимаю, о чем ты, да? Да, голубая фея, это, в принципе, темнокожая, бритая на лысо, значит, актриса. Многие сказали, что... Все отметили, что вот, да, они сохранили всех персонажей. Сверчок там есть, который, вот, в мультфильме был компьютерный, теперь очень похожий. И Пиноккио сам, ну, вот, очень похож. Но при этом фея, которая в мультфильме была, конечно же, белокурой, значит, прекрасной белокурой и белокожей дамой, в фильме трансформировалась в, видимо, столь же прекрасной, но темнокожей, и при этом еще и лысой почему-то женщиной. Вот, то есть недоумение вызвал даже не тот факт, что она темнокожая, потому что к этому уже все привыкли, но все недоумевают, почему же фея лысая, собственно говоря. На что отвечают другие, говорят, слушайте, это, в конце концов, волшебница, фея, волшебства не существует в природе. Где вы видели... Вообще вы видели фею, вот, хоть волосатую, хоть лысую? Это вот творческая фантазия. Ну, с другой стороны, можно, конечно, сказать, что могли ведь пойти дальше, мог быть и вообще голубой фей. То есть это, в принципе... Там, в Золушке он уже был. Да, уже был. И крестный. Так что тут спасибо, хоть они как бы остановились на этом. Так что здесь ничего не поменялось. Ну, а между прочим, сверчка вот озвучивал Джозеф Гордон Левитт, самого Пиноккио, Бенджамин Эван Эйнсуорт. Ну, и много еще каких-то, в общем, актеров, может быть, не столь известных, участвуют в этом проекте. Так что ждем с нетерпением, что там получится, как все это будет. Ну, вроде бы Роберт Замекис, ну... Непонятно. Должен. Вот, а я хотел сказать, что чего я жду. Я жду, вот, я ждал вчера, я жду сегодня решение суда по делу о Тяжбе и Джонни Деппе и Эмбер Хёрд. То есть в прошлую пятницу слушания были завершены, то есть все все сказали, что они хотели сказать, все все рассказали. И, значит, присяжные, их семь человек, как я прочитал, пять мужчин, две женщины, они удалились, значит, обдумывать все. И были выходные, и плюс было понедельник, который в Америке был какой-то праздник, не помню какой, но тоже нерабочий, в общем. И вчера, значит, приступили, видимо, к переговорам, как это там у них называется, присяжные. Но и поэтому все ждали, что они, может быть, уже и вчера вынесут какой-то вердикт, но этого так и не произошло. Поэтому все теперь ждут сегодня этот вердикт. Сейчас в Америке, по-моему, еще ночь, поэтому пока его еще... Я думал, что, может быть, я уже в эту передачу сообщу, кто там победил. Но, к сожалению, этого сделать не получится, поэтому будем ждать, может быть, следующей передачи. Ну, пока, ну, как мы уже говорили, вся эта ситуация остановилась, все друг друга пообвиняли. Общественное мнение, так скажем, на стороне Джонни Деппа, мне кажется, более-менее однозначно. И, в принципе, он достаточно оптимистично себя ведет, в отличие от Эмбер Хёрд, который, наоборот, злится, она в ходе дела меняла своих пиарщиков, потому что ей показалось, что ее недостаточно хорошо освещают в прессе и прочее. Ну, в общем, очень переживает и нервничает, и, говорят, прячется от внимания на своей вилле, ну, или раньше там где-то, и говорит, что фанаты Джонни Деппа ей угрожают, и ей, и ребенку ее. В общем, там не очень красиво, конечно, все это происходит. В противовес этого Джонни Деппа, наоборот, свежевесил, то есть он после каждого заседания выходил, махал всем руками, всех обнимал, всех целовал, кого мог. И в выходные его заметили уже в Лондоне, он полетел туда и выступил на концерте. То есть человек, как бы, все сделали вывод, что он, в принципе, не парится особо по результатам, и он сам говорил, что, в принципе, для него этот суд был хорош тем, что он, наконец-то, получил возможность просто донести свою позицию. То есть если раньше, когда его обвиняли в домашнем насилии, его, собственно говоря, никто не спрашивал, виноват он в этом или нет, просто заклеймили, так скажем, и все, то теперь он смог рассказать свою версию. И, в принципе, этого уже ему, можно сказать, достаточно. Но, конечно, было бы вообще замечательно, если бы все-таки суд стал на его сторону. Для него, наверное, по крайней мере. А что это будет означать? То есть он сможет получить деньги, хорошо. А сможет ли он восстановить репутацию? Ну вот на самом деле, как бы, я думаю, что он репутацию, в принципе, он уже практически ее восстановил. Вот в чем плюс. Потому что люди стали сомневаться. То есть если раньше люди просто... Было достаточно слов той же Эмбер Хёрд, что, да, вот он ее избивал, он там абьюзер-насильник, и этого стало достаточно, чтобы его как-то вычеркнуть, то теперь, в принципе, поскольку люди начали сомневаться, и зрители готовы уже, и оказалось, как ты сам говоришь, что у актеров огромная фанатская база, так вот оказалось, что у Джонни Деппа эта фанатская база просто гигантская. То есть от них только подписи под петицию, чтобы Эмбер Хёрд выгнали из очередного фильма, набралось 4 миллиона. То есть это 4 миллиона активные люди, которые взяли и подписали некую петицию. А сколько ли человек, который просто тихо его поддерживает? Просто вот это я. Я петицию не подписывал, но я вот действительно обеими руками за. Ну и очевидно, что эти люди готовы и будут рады увидеть Джонни Деппа на большом экране. И, в принципе, студия, которая первая с ним подпишет там какой-то хороший контракт, я думаю, что она выиграет. Поэтому, мне кажется, Джонни Депп в любом случае победил. Но если бы присяжные его поддержали, было бы отлично. Но если не поддержат, ну что ж, будет там какая-то такая черное пятно. По крайней мере, оно, мне кажется, уже не будет настолько фатальным для его карьеры, как было до этого. Тем более, что его поддерживают, ну, не только простые люди, но и многие коллеги-музыканты. Да, и музыканты, и не просто друзья там, которые... А его, в принципе, бывшие подруги, жены бывшие, которые говорят, что ничего такого с его стороны не было. Опять же, так скажем, удар нанесла Кейт Мосс, модель, которую упоминала Эмбер Хёрд в связи с тем, что вот, мол, меня он бил, точно так же, как Кейт Мосс в свое время. И Кейт Мосс вызвали свидетелем, она онлайн по интернету давала свидетельство и сказала, что ничего подобного. И инцидент, когда она упала с лестницы, это она... Ну, я не знаю, так скажем. Она сказала, что она, значит, оступилась, упала, и Джонни Депп, наоборот, пытался ее, значит, поймать и помочь. И ни в коем случае не сталкивалась. Ну и, соответственно, много вышло на свет таких историй. То есть та же Кортни Лав, вдова Курта Кобейна, рассказывала, что в свое время, когда она страдала от наркозависимости и практически умирала, Джонни Депп помог ей и, можно сказать, вытащил с того света. Ну вот, как бы, тоже его характеризуют не худшим образом, так скажем. То есть вырисовывается образ не такого прямо ужасного человека, как хотелось бы, наверное, Эмбер Хёрд. Поэтому почему бы этот человек не мог дальше играть в кино, тем более он не играет каких-то там ужасно положительных людей, которые прямо не вязались бы с этим образом. Он играет достаточно странных персонажей в последнее время особенно. То есть это было бы, мне кажется, в его амплуа это вписалось бы идеально. Ну что, тут осталось буквально совсем у нас несколько минут. Я, может, просто пробегусь, объявлю этих победителей Каннского кинофестиваля и что мы о них знаем. Главную награду, это «Золотая пальмовая ветвь», получил «Треугольник печали» Рубена Эстлонда. Это шведский режиссер. Он в свое время получил специальный приз форс-мажором и получил «Золотую уже пальмовую ветвь». Это, получается, у него вторая награда за фильм «Квадрат». В форс-мажоре, ты помнишь, да, вот там была такая моральная дилемма, вот супружеская, ну, семья там была, семья там мужчина с женой и с детьми отдыхают на курорте, и вдруг сходит лавина, и он, бросив семью, убегает. Ну, и вот затем весь фильм... Да, подавшись секундному порыву, как бы, да, он был такой. И вот об этом, собственно говоря, фильм «Как жить дальше», вот «Как сохранить семью», если вдруг, ну, вот в случае этой опасности она понимает, что он может бросить их и спасать свою жизнь. Потом был фильм «Квадрат», который представлял собой такую пародию на современный мир искусства, ну, такой достаточно язвительный. И вот сейчас «Треугольник печали» у него тоже вот социальная сатира, потому что действие происходит на суперяхте, куда берут моделей очень богатых людей, вот они отправляются в такое путешествие, при этом капитан явно придерживается марксистских взглядов и выражает такую вот, ну, классовую ненависть к своим пассажирам. И я видел лишь маленький, просто маленький кусочек из этого фильма, там, ну, который выложен в доступную, ну, в сети для доступа. И там очень яркий такой действительно момент, когда богатая дамочка, вот она рассуждает о классовой справедливости и так далее. Вот она сидит в бассейне, ей прислуживает, значит, ну, горничную, не знаю, ну, какая-то вот обслуга. И вот там, значит, просягивает, типа, бокал шампанского не глядя, чтобы ей там доливали, и при этом произносит фразу, ну, и, конечно же, все люди равны там, а эта сидит на коленях в пользе, значит, и вот ей доливает шампанское. Ну, то есть, понятно, вот эта вся вот ирония, злость этого Рубена Эствуда, и затем происходит, в общем, я понимаю, что яхта начинает тонуть, и они спасаются на необитаемом острове. И вот тут же, и вот тут они оказываются действительно все равны. И вот, ну, я понимаю, что на этом все сделано, и эту картину... Ну, тут завязка для, может быть, отличной черной сатиры в стиле «Не смотри наверх» и даже чернее. Так что, да, фильм вот по-разному оценивали, кто-то там ругался, говорил, что вот все-таки он уступает там первым, ну, вот его лучшим фильмом, а кто-то, наоборот, говорил, что супер-супер, и вот обязательно нужно посмотреть. Гран-при. Гран-при получили фильмы «Звезды в полдень». Это французская женщина-режиссер Клэр Дени. И действие происходит в Никарагуа во время революции в середине 80-х годов. Там и сандинисты, и Контрас, и ЦРУ, и американка молодая, в нее влюблен английский бизнесмен. И, в общем, говорят, очень напоминает, ну, романы Грэма Грина. Такие вот шпионские романы. Ничего, к сожалению, вот я не читал, что писали критики, как-то он прошел мимо, но вот получил гран-при. Фильм «Близко» бельгийского режиссера Лукаса Донта, в общем, он известен своей темой ЛГБТ. И тут он рассказывает о отношениях между двумя юношами и подростками, которых пытаются разлучить. Ну, в общем, говорят, что сделано это так, что зрители рыдают в носовые платочки. В общем, понятно, почему картина получила приз. Среди лучших, вот лучший режиссер получил Пак Чхан Ук, тот самый, который «Служанка». Вот там же был вот такой триллер корейский, где подсылают служанку, которая должна свою хозяйку изничтожить. Там, в общем, сложные какие-то интриги. И вот «Решение уйти» — это тоже такой вот, говорят, хичкоковский буквально триллер. — Ты в прошлый раз рассказывал, да. — Ну да. — Который следит за вдовой убитой, который не выглядит несчастной, поэтому он ее начинает подозревать, но сам влюбляется. И там такой вот получается любовный, ну, если считать там этого убитого, любовный треугольник. Лучшую мужскую роль получил Сон Кан Хо. Это актер, которого могли мы увидеть, ну, если смотрели вы фильм «Паразиты». Вот он играл старшего, вот как раз-таки, в семействе. — Старшего «Паразита». — Паразиты, старшего «Паразита». Также он снимался в фильме «Сочувствие госпожи месть». И картина, она такая достаточно, я понимаю, противоречивая. Я смотрел трейлер только, опять-таки. Там он играет человека, который ищет новых родителей для младенцев, оставленных в бэби-боксах. И вот как будто бы он выглядит очень, действительно, ну, искренне озабоченным об этих детях. Но внезапно возникает ситуация, когда вот они только собираются пристроить ребёночка, и вдруг объявляется мать, которая заявляет, что у неё ребёнка похитили, а затем бросили в этот бэби-бокс. И она, во-первых, требует вернуть ребёнка, а потом начинают копать, и как будто бы возникают сомнения, что они занимаются всё-таки незаконной деятельностью. И что-то, в общем, они получают от тех, кому они, ну, то ли взятки, то ли вымогают деньги, у тех, кто хотел бы обзавестись ребёнком. То есть их деятельность абсолютно не так уж бескорыстна. Но, опять-таки, а может быть мы наговариваем на хорошего человека. Вот я понимаю, что трейлер вот ставит эту дилемму, вот мы не можем понять. И там есть женщина-детектив, которая ведёт расследование и за ним следит. И вот трейлер, как бы, ну, естественно, ничего нам не рассказывает, скорее ставит эти вопросы. И вот он играет вот этого подозреваемого. Сон Кан Хо признан исполнителем лучшей мужской ручки. Вот такие самые главные, наверное, ну, вот любопытные, интересные картины. Будем надеяться, что мы их посмотрим. На этом, наверное, можно закрыть, завершить нашу программу «Синема». Да, до следующей недели всё, узнаем, какие новые новости и подробности тех, о чём говорили сегодня. Всего доброго. Пока. Слушайте радио Болтком.